Повышение качества услуг в сфере здравоохранения снизит медицинский туризм. Необходимо также развивать сложные виды диагностики и хирургии, чтобы людям не приходилось уезжать на лечения в другие города и страны. Об этом говорили на заседании в областном Акимате. В нем приняли участие ветераны системы здравоохранения, которые высказали свои рекомендации по повышению качества медуслуг. Крайне важно, чтобы на местах работали квалифицированные специалисты. Аким области Галий Скалеев поручил в течение месяца разработать поэтапную программу, которая будет способствовать улучшению ситуации в сфере медицины. Все подробности у моей коллеги Екатерины Шмидт. Заболевший человек должен иметь возможность получить качественное лечение по месту своего проживания, независимо от сложности диагноза. Об этом сегодня говорили на совещании под председательством Аким области Галий Скалеева. Недоступны жителям области сложные операции на сердце-сосудах и многие другие. Для этого необходимо не только оборудование, но и специалисты. Для своевременной диагностики и назначения комплексного лечения при болезнях системы кровообращения запланировано внедрение электрофизиологического исследования сердца, радиочастотной абляции проводящих путей сердца. На сегодняшний день данный вид диагностики на уровне нашего региона не проводится. Пациентам приходится выезжать в республиканские клиники и города ближнего зарубежья. По квоте и на платной основе. Для поддержки функций сердца и легких при остром коронарном синдроме, среди сосудистой недостаточности, также при остром инфекционном и вирусном заболевании легкого запланировано внедрение широкого использования аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. На сегодняшний день на уровне региона данный вид операции не проводится. И таких проблем в медицине накопилось немало. Не проводится в области имплантация ауртального клапана, не внедряются новые направления в нейрохирургии, недостаточно развита онкологическая служба и офтальмология. Это далеко не полный перечень. В прошлом году в области увеличился и показатель младенческой смертности. С 86 младенцев в 2019 году до 129 в 2020. Вопрос нехватки специалистов также поднимался на совещание. Их недостаток ощущается во всех направлениях медицины. Нужно отметить, что Западноказахстанский высший медицинский колледж буквально на днях был передан в доверительное управление Алматинскому государственному медицинскому университету имени Асфиндиярова. Университет готов вкладываться не только финансово, но и вносить свой вклад в образование. Причем это будет доступно не только для студентов колледжа, но и для врачей и медицинских сестер, работающих в регионе. Ветеранов здравоохранения порадовали планы по приобретению нового оборудования. Но остается вопрос, где оно будет установлено. Сказано было много про новшества в кардиологии. На все на это нужны площади. И вот у меня вопрос. Кардиодиспансер, где лежат наши больные, крохотное здание, где вечно нет воды, полно всегда народу, не только в палатах, они всегда в любое время года лежат в коридоре. И куда мы вот эту всю аппаратуру поставим? Какие перспективы у нас есть по поводу здания кардиодиспансера? Кардиодиспансера. Прорабатывается вариант. В принципе, если сейчас нам дали здание следственного изолятора, рассматривается вопрос, чтобы там сделать медицинский кластер. Один из вариантов. Если здесь будут выделены средства, то в принципе будет в данном центре расположен кардиоцентр. Он будет уже полностью соответствовать всем требованиям, со всеми рентгенхирургиями. В данное время многие граждане предпочитают лечиться в клиниках соседних стран. Полный чекап за один день и точный диагноз – это то, что хотят получать люди, обращаясь к врачам. В Уральске это редко делают, даже в частных клиниках. Получение качественной, квалифицированной медпомощи без хождения с кабинета в кабинет неделями стала проблемой современной медицины. Нуждаются в совершенствовании механизм организации и медицинской помощи. У нас есть врачи, у нас есть оборудование, у нас все есть. Нас лимитирует нормально работать приказы, изданные за последние 15, наверное, лет. Бесконечные реформы, бесконечные якобы улучшения привели, к сожалению, к тому, что сейчас попасть к врачу и даже просто сдать анализ крови – это проблема для людей. Поэтому они вынуждены идти, дай бог, в местное частное учреждение или ехать куда-то. Чтобы решить проблему медицинского туризма, необходимы комплексные меры. Аким области Галий Скалиев подчеркнул, что жалобы от населения не прекращаются. Это и очереди в поликлиниках, и неверные диагнозы, и грубые отношения. Это недопустимо и должно уйти в прошлое. Забота о здоровье населения – это забота о будущем государства, поэтому всегда остаются в приоритете. Глава региона поручил разработать поэтапную программу решения проблем сферы, а к участию в этой работе приглашены и ветераны здравоохранения. Есть у нас нехватка, конечно, где шестая поликлиника, в районах. Надо все это решать. То, что Бахталя говорит по семейно-врачебной амбулатории, мы там плавно написали же, да, 53 таких амбулаторий открыть. Какие из того, что оборудование, которое сегодня вы показали, может дополнительно что-то добавить, может что-то надо, ну, потом, попозже взять, да. Есть переочередные части республиканского бюджета, можно взять больше 30% почти, это за счет частных инвестиций можно сделать. То есть найти ресурсы, потратить не проблема, да, правильно. Бахталя Ахмедович говорит, другие наши ветераны. Не доводить до такой ситуации самое более важное. Программа должна быть разработана до конца текущего месяца, после чего состоится ее обсуждение. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Алтенбек Кабдилов, телеканал Акжаик.